Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Де. Почему биткоину нельзя сейчас параболически расти? Почему резкий рост, которого все ждут, сегодня нежелателен, если мы хотим увидеть большие пики в следующем бычьем рынке? Почему последовательность Фибоначчи, которую мы учили в школе, на рынках играет большую роль? Когда будет пик следующего бычьего рынка и сколько будет стоить биткоин на тот момент? Как связаны биткоин, три закона природы и число пи? Все это в сегодняшнем видео. Много математики, но такой, которая просто ошеломляет своей точностью, ведь эта точность практически мистическая. Ссылка на оригинал в описании. Поехали. Сегодня я покажу вам очень недооцененный математический индикатор закона природы и цены биткоина, который постоянно и очень точно предсказывает хайи и низы, вплоть до точной даты, в истории бычьих и медвежьих циклов, и который, скорее всего, также предскажет точный пик предстоящего бычьего цикла. Если вы заинтересованы, ребята, убедитесь, что вы готовы к просмотру видео и поставили лайк, ведь особенно сегодня у нас просто сногсшибающий контент. Прежде всего, я хочу показать вам, что вы можете использовать этот индикатор, по крайней мере, частично, с точки зрения торговли. И прямо сейчас я покажу вам, как это называется, как мы можем это читать и как мы можем понять это, чтобы применять на практике. А начнем мы с простого. На графике вы видите индикатор Bitcoin Golden Ratio Multiplier. Здесь вы можете видеть только цену биткоина и 350-дневную скользящую среднюю. Почему мы берем скользящую среднюю за 350 дней, я расскажу вам впоследствии. Прежде всего, мы хотим сказать, что этот индикатор придуман пользователем Positive Crypto. Питер Свифт, большое спасибо за то, что вы поделились этим. Итак, мы используем скользящую среднюю за 350 дней. Как вы можете заметить, это действительно очень легко. Если цена падает ниже скользящей, то мы фактически находимся в медвежьем периоде. Если цена поднимается выше и остается над линией индикатора, мы находимся на бычьем рынке. Надеюсь, пока это понятно, ведь ничего сложного нет. Но вы должны быть готовы к тому, что дальше будет сложно, потому что мы переходим к понятию Golden Ratio или золотое сечение. Вы наверняка знаете, что есть уровень восстановления Fibonacci 1.618, практически как и золотое сечение. Это первый закон. Второй закон, который мы также должны понять, прежде чем перейти к диаграмме, называется последовательностью Fibonacci. И вам действительно нужно сосредоточиться на этом, хотя это достаточно просто. Начинаем единицей, потому что 0 плюс 1 равно 1. Затем мы получаем единицу, потому что 1 плюс 0 равно 1. Двойку, потому что 1 плюс 1 равно 2. Тройку, потому что 2 плюс 1 равно 3. Вы просто берете два предыдущих числа. 5, потому что 2 плюс 3 равно 5. 8, потому что 3 плюс 5 равно 8. И так далее. Так можно продолжать бесконечно, но мы с вами остановимся на цифре 21. Это очень важно. Также у нас есть вот эта схема, которая является третьим законом. Исходя из нее, A плюс B поделить на A равняется A поделить на B. Так что вы также должны принять это во внимание. Итак, первый инсайт, который становится все более интересным, это то, как этот индикатор уже прогнозировал предыдущие максимумы, благодаря чему мы можем предсказывать будущие максимумы. Для этого мы должны понять, что здесь мы берем золотое сечение 1.6. Мы фактически округляем его до 1.6 с 1.618. И если мы берем 350-дневную скользящую и умножаем ее на 1.6, то мы получаем эту точную линию прямо здесь. И как вы можете видеть, эта линия выступала значительным сопротивлением или поддержкой, в зависимости от того, находились ли мы на бычьем или медвежьем рынке. Пока все хорошо, но это не самое главное. Сейчас нам нужно превзойти этот уровень, чтобы это золотое сечение стало поддержкой. На данный момент золотое сечение выступает в качестве сопротивления. Как только мы его пробиваем, это становится очень бычьим признаком. Поэтому я предлагаю ждать этого. Но теперь давайте перейдем к более важным вещам. Теперь мы возьмем цифру 2 из последовательности Фибоначчи. Как вы помните, у нас была последовательность 1, 2, 3, 5, 8, 13 и 21. У нас также есть 1.6, что является золотым сечением. И теперь, если мы возьмем двойку из последовательности Фибоначчи и умножим ее на скользящую среднюю за 350 дней, то мы видим еще более существенные сопротивления, которые происходили намного раньше. Мы видели, что эта получившаяся линия была значительным сопротивлением на медвежьих рынках. И немного поддержкой на бычах, но на самом деле все-таки больше действовало как сопротивление на медвежьих. Эта линия и будет следующим сопротивлением после того, как золотое сечение будет преодолено. Короче говоря, это будет примерно на уровне в 13 тысяч долларов. Но теперь, ребята, давайте перейдем к следующему числу. У нас была единица, у нас была двойка, теперь мы возьмем тройку. Мы видим, что эта линия отрабатывала как основное сопротивление во время бычьего забега в 2017 году. Это не самая важная линия, но ее тоже стоит отследить. А теперь становится действительно интересно. Посмотрите внимательно, какие числа остались в последовательности Фибоначчи. Это 5, 8, 13 и 21. Поэтому, если мы возьмем все эти числа и умножим их поочередно на 350-дневную скользящую среднюю, то мы точно получим все предыдущие максимумы всех предыдущих бычьих забегов. Итак, если мы берем число 21 и умножаем его на скользящую среднюю за 350 дней, то мы узнаем точный пик бычьего забега 2011 года с точностью до 1 доллара. Если мы берем 13 из последовательности Фибоначчи и умножаем его на скользящую среднюю за 350 дней, мы получаем потрясающе точный максимум первого бычьего взрыва в 2013 году. Примерно 1300 долларов. Это является очень приближенной к пику бычьего цикла цифрой в 2014 году. Если мы возьмем число 5, то получим 19 тысяч долларов, что было достаточно точным предсказанием максимума последнего предыдущего бычьего рынка в 2017 году. Все это понятно, но что это значит? Посмотрите, эти формулы прямо здесь на экране показали нам точные вершины всех бычьих забегов. Но что это значит для следующего бычьего взрыва? Какая цена будет следующим максимумом в следующих бычьих циклах? Мы брали с вами последовательность 21, 13, 8 и 5. Теперь мы должны взять 3 из последовательности Фибоначчи и умножить эту цифру на 350-дневную скользящую среднюю. Это будет вот эта фиолетовая линия прямо здесь. И сейчас вы можете сказать, что как-то не слишком она высоко находится. Но на самом деле это довольно большое значение, ведь в будущем эта линия поднимется еще выше. Давайте представим, что мы находимся в периоде предыдущего роста цены. Значение цены этой линии смещается вверх с тех пор, ведь оно фактически отображает значение 350-дневной скользящей, умноженное на 3. Так что очевидно, что эта линия будет расти еще выше. И на самом деле это означает, что нам сейчас нельзя расти параболически, по крайней мере на протяжении длительного периода времени. Ведь если это так произойдет, то мы пересечем эту линию слишком рано, и она просто не успеет вырасти выше. А это означает, что чем дольше биткоин не находится в стадии параболического роста, и чем дольше он не достигает этой пурпурной линии, тем выше эта самая пурпурная линия вырастет, и тем выше будет максимум следующего восходящего бычьего рынка. Надеюсь, это понятно. Но и это еще не все. Мы ведь не назвали точный курс следующего пика. Позвольте мне сказать вам, что сейчас начинается самое интересное. Мы спрашиваем себя, как мы можем получить точное время, как нам узнать точный максимум следующего бычьего рынка. Делать такие прогнозы можно только тогда, когда мы достигнем 350-дневной скользящей, не так ли? Нет, ребята, это не так. Сейчас я покажу вам графики, и чтобы упростить ситуацию, я уберу все ненужные линии Фибоначчи прямо здесь. И что забавно, это то, что индикатор BTC 350 TMA имеет только около 10 лайков на трейдинг вью. Так что никто на самом деле на него не смотрит. И это хорошо. Люди почему-то заблуждаются, что чем больше трейдеров использует какой-либо индикатор, тем достовернее прогнозы на его основе. Но в этом случае я бы сказал, что чем больше людей опирается на конкретный индикатор, тем больше вероятность того, что он работает и неверно. Потому что тогда было бы слишком легко зарабатывать на этом рынке. Итак, здесь мы имеем зеленую линию, которая показывает значение цены 350-дневной средней скользящей, умноженной на 2. И у нас есть оранжевая линия, которая является средней за 111 дней. И именно в этот момент, когда они пересекались в каждом бычьем цикле, биткоин достигал пика. Это был очень точный индикатор. Здесь и даже здесь. Это просто взрыв в башке. Так что теперь мы знаем идеальный индикатор. Прямо сейчас нам нужно подождать, когда 111-дневная скользящая пересечет 350-дневную, умноженную на 2. Но почему это имеет совершенно точный смысл? Поскольку у нас есть уровни восстановления Фибоначчи, числа Фибоначчи, а также золотое сечение, а это все математические законы природы, которые вы можете найти повсюду, даже в египетских пирамидах, то вы можете найти эти числа и пропорции также и в цене биткоина. Помните, что эти цифры в последовательности Фибоначчи становятся все меньше и меньше. Мы имеем 21, 13, 8, 5, 3, впоследствии возможно 2 и даже 1. И это имеет смысл, потому что процентный прирост биткоина на каждом новом бычьем забеге снижается. Однако цена биткоина все равно становится все выше и выше, а цены становятся все более сумасшедшими. Поэтому прямо сейчас мы будем ожидать предстоящий бычий цикл биткоина на пересечении трехкратной скользящей средней 350 дней и средней скользящей за 111 дней. И теперь, ребята, почему мы выбираем именно 111-дневную скользящую среднюю? Если вы возьмете 350 и разделите на 111, вы получаете число, которое очень близкое к значению числа π. И это на самом деле самое близкое число, которое мы можем получить. Если мы возьмем 112-дневную или 110-дневную, то мы уже не так близки к числу π. Однако вы никогда не сможете найти точное число, потому что оно бесконечно. Ну, вы помните, после запятой у числа π бесконечное количество цифр. Так что это еще один закон природы, который вы также можете найти везде и всюду в естественных и точных науках, а не только в криптовалюте. И сейчас мы будем следить за следующими уровнями сопротивления на двухкратной и трехкратной 350-дневной скользящей средней. И я надеюсь, что на этой линии будет конец бычьего рынка. Мы очень надеемся, что биткоину не позволят уйти в параболический рост в кратко и средние сроки. Потому что тогда это означало бы, что он слишком быстро достиг бы этой фиолетовой линии. А для того, чтобы биткоин вырос как можно выше в следующем пике, эта фиолетовая линия должна подняться тоже как можно выше. А сейчас она находится даже ниже предыдущего исторического пика. По крайней мере, в следующем бычьем забеге мы должны достичь рыночной капитализации золота. А для этого нам нужно, чтобы цена биткоина сейчас не стала параболической, а шла в каком-нибудь боковике. Ну, можно в умеренно восходящем боковике. И если это произойдет, то скользящая средняя за 350 дней, умноженная на 3, может вырасти до 350 тысяч долларов, где и будет следующий пик биткоина. Но этот математический расчет я оставлю на будущее. Если хотите увидеть его, поставьте лайк. Вот и все на сегодня. Ребята, ссылка на оригинал будет в описании. Как по мне, очень интересный контент, хотя достаточно сложный, по крайней мере для перевода. Поэтому, на этом я с вами попрощаюсь. Увидимся завтра. Зарабатывайте и богатейте. До скорого.